Давненько компания Infinity не баловала нас новинками. После четырёхлетнего затишья она нам явила кроссовер QX55. Самое время его протестировать. Автомобиль построен на основе модели QX50. Но форма крыши у него модная, купеобразная. Габаритная длина и ширина кузова чуть подросла, а жёсткость накручения увеличилась на 10%. Для машины со спортивным имиджем это важно. За тестовый экземпляр просят 5 миллионов 815 тысяч рублей. Соперники на нашем рынке. Genesis GV70 и более доступные Havail F7X и Geely Tugela. Заниженная крыша заставляет быть аккуратней при посадке на задний ряд. Иначе можно сильно приложиться к головой. Но пассажирам на галёрке не тесно. На водительском месте эти кроссоверы вообще неотличимы. Здесь общая центральная консоль с двумя сенсорными экранами. Руль и аналоговая панель приборов. Отделан интерьер добротно, но оснащённость могла бы быть получше. В частности, мне не хватило беспроводной зарядки для смартфона и вентиляции сидений. Как и большинство одноклассников, QX55 снабжён двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 249 лошадиных сил. Этот агрегат уникален наличием системы изменения степени сжатия. Нужно это, чтобы сократить расход топлива. Но на деле рекорд экономичности QX55 не демонстрирует. На 100 километров ему нужно в среднем 11 литров бензина. А вот к динамике вопросов нет. Ускорения мощные и напористые. Активные водители будут довольны. На неровном асфальте Infiniti мягко стели. Да и шум и виброизоляция на высоте. Спасибо электромеханической опоре двигателя и акустическим боковым стёклам. Кроссовер грамотно сбалансирован на ходу и радует надёжной управляемостью. Дело в том, что рулевое управление здесь осуществляется по проводам и механической связи с колёсами нет. Благодаря такому решению вибрации и толчки на руле на ходу совершенно незаметны. А ещё можно менять уровень усилия на штурвале и скорость откликов. Каждый найдёт подходящую настройку. На бездорожье съезжать не стоит. Хотя полный привод и 20-сантиметровый клиренс кое-где могут и выручить. QX55 продемонстрировал сочетание актуального дизайна и современных технологий. Но, как и следовало ожидать, за всё модное придётся переплатить. Продолжение следует...